Олимпийскую сборную Краснодарского края по зимним видам спорта гувернатор пригласил впервые, ведь по сути раньше такой команды у самого южного региона страны не было. Теперь не просто есть. Кубанские олимпийцы в Сочи принесли в копилку сборной России шесть золотых медалей. Так же, как и другие болельщики, приехавшие со всего края в феврале в Сочи, Александр Ткачев внимательно следил за соревнованиями и переживал за наших на трибунах. За вас болела 5-миллионная Кубань. Это, конечно, огромная поддержка. И я уверен, вы ее чувствовали, ощущали. И впервые жители нашего края выпал счастливый билет приехать на Олимпиаду в Сочи и посетить, конечно, соревнования, увидеть чемпионов. Сочинская Олимпиада – это домашняя Олимпиада. Вы знаете, я как даже поймался на мысли, что даже для жителей нашей страны многим пришлось преодолевать там расстояние от тысячи километров и больше, потому что Урал и Дальний Восток. Мы были ближе всего жителей нашего края, и, конечно, поэтому мы болели более ярче. И, конечно, это наше было огромное преимущество. Огромным преимуществом стала не только поддержка своих болельщиков, но и подготовка на кубанской земле. Дважды олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар ковали свои будущие золотые сочинские медали в Краснодаре. Наша подготовка к Олимпиаде непосредственно проходила в городе Краснодаре. Нам удалось здесь создать ту атмосферу, ту тишину и покой, которая дала возможность показать этот великолепный результат не только Танюша с Максом, но и вообще всей моей команде. Поэтому спасибо большое. Очень отзывчивые у вас люди, очень добрые и очень внимательные. Тренер олимпийских чемпионов Нину Мозер, во многом благодаря которой теперь в регионе появится своя сильная школа фигурного катания, Александр Ткачев наградил медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани. Награды получили Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Звание Героя труда Кубани присвоено золотому разгоняющему российских бобслеистов – сочинцу Алексею Воеводе. Вы спросили, есть ли перспективы бобслея. Естественно, есть. Те ребята, которые открывали трассу, собственно, да, это действительно замечательные атлеты. И я думаю, в Пенчонге они покажут наш край по всей его красе. Что касается меня, я не знаю, доживу я до Пенчонга, честно говоря, как спортсмен. Но хотелось бы, конечно, в это верить. Ну и естественно, действительно, инфраструктура замечательная, проведение игр замечательное. Я всегда благодарю всю плеяду людей, кто это организовывал. Вы в том числе, я видел ваши красные глаза. Я видел, как вам было, на самом деле, тяжело. И вот благодарю вас. Ну, с Россией, Леш, уникальная база. Бобсельная трасса, наверное, единственная в стране, да? Да, в таком уровне. Я думаю, единственная в мире уникальная база. То есть это сегодня дома, это, можно сказать, у тебя в огороде, да? У меня в огороде, да, санабобсельная трасса, где можно тренироваться. Российская зимняя сборная благодаря Олимпиаде в Сочи наверстала многое. Например, впервые своя тренировочная база появилась у фристайлистов. Зимний вид спорта, о котором в России узнали совсем недавно. Я хотела бы благодарить, что теперь у нас в Сочи есть база, единственная во всей России. Полноценная база с полноценными трамплинами. И, может быть, за то, что фристайл стал ближе и понятнее. Например, перед Олимпиадой я ехала в маршрутке с участковым из Краснодара. И он, поеду с наших девчонок кубанских болеть. Не знаю, что делают, но буду очень сильно болеть. Нам уютно в Сочи, и это даст результаты. Представители экстремальных видов спорта теперь стремятся на Кубанский. Литонистка Мария Орлова, показавшая на Олимпиаде шестой результат, родом из Санкт-Петербурга, но тренируется в крае. Говорит, если бы помогли решить вопрос с жильем, сменила бы прописку на сочинскую. Взять вопрос на контроль Александр Ткачев поручил министерству спорта. Хотелось бы сказать большое спасибо вам за то, что сейчас я могу гордиться своим городом, так как я сочинка и родилась в Сочи. И мне очень приятно слышать отзывы других людей о том, что это были великие Олимпийские игры. Ценные подарки и денежные премии губернатор вручил всем, кто принимал участие в играх, а не уже победители. Министр спорта края Людмила Чернова из собственного опыта знают цену Олимпийской медали. Благодаря тех, кто сделал все, чтобы выйти на Олимпийский старт. Знаю, что до медали порой не хватило несколько сотых секунды. Я бы присутствовала на тренировках у Тани, у ребят. Я на самом деле это все смотрела, закрыв лицо. Я не понимала, как это можно дожить до Олимпиады, выйти и потом выиграть. Я сама, так же, как и все в залах, кричала, махала, болели, плакали. И за победу, и за поражение. Поверьте, наверное, это немаловажно, ради чего вы все занимаетесь. Что же касается большого спортивного наследия игр, которое теперь будет работать на край, то помимо Олимпийской хоккейной арены Ледового дворца Большой, свое прямое предназначение сохранит и счастливый для российских фигуристов айсберг. Стадион Фишт примет чемпионат мира по футболу, а в Олимпийском конькобежном центре создадут академию тенниса международного класса. Меня, как представителя власти региона, ключевого региона в плане спорта в нашей стране, конечно, заботит и, прежде всего, волнует то, как мы будем использовать эти объекты. Объекты – это 50% успеха. Главное – содержание. Это тренеры, это спортсмены, это молодежь, которая будет учиться и тренироваться. Это главное сегодня то, над чем мы должны работать, сосредоточить свои усилия, знания, средства. Если мы хотим создать такую уникальную базу спортивную, сделать Краснодарский край номер один регионом в плане спорта, естественно, высшие достижения олимпийского и массового, то, конечно, нам предстоит с вами большая работа. И поэтому прошу всех засучивать в РКВА, и каждый занимает свою позицию, свою нишу, амбициозную. И такую базу грех не использовать. Так что в ближайшие годы краю предстоит не только закрепить свои олимпийские во всех смыслах успехи, но и создать репутацию главного региона в стране, где растят олимпийских чемпионов. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.